Совещание в прямом эфире. В правительстве Мурманской области используют все возможности современных технологий. От публикации в социальных сетях до проведения важных рабочих встреч в режиме онлайн. Глава региона Марина Ковтун, находясь в командировке в столице, еженедельное оперативное совещание провела по видеосвязи. Главными темами стали отопительный сезон, капитальный ремонт и строительство новых спортивных объектов. Еженедельное оперативное совещание Марина Ковтун провела в режиме видеоконференции из Москвы. В столице глава области участвует в парламентских слушаниях по проекту бюджета на ближайшие три года. На обсуждении в Совете Федерации были подняты такие острые вопросы, как растущие расходные обязательства и отсутствие соответствующего источника их финансирования, из-за чего регионы сталкиваются с нехваткой средств на ключевые направления. Губернатор Мурманской области предложила прекратить практику принятия решений на федеральном уровне, приводящих к росту расходных обязательств регионов, без создания соответствующего источника финансирования этих обязательств. Позиция Марины Ковтун нашла поддержку как и у коллег из других регионов, так и лично Валентина Матвиенко. Отдельно хочу подчеркнуть, что Валентина Ивановна прокомментировала мое выступление и дала поручение министру финансов, чтобы отдельно по Мурманской области были проработаны меры поддержки. С учетом того, что мы территория северная и то положение бюджета, которое мы имеем на сегодняшний день, не отвечает даже обеспечению самых насущных наших нужд и потребностей. Не остался без внимания и вопрос выполнения плана по капитальному ремонту многоквартирных домов. В краткосрочный план на текущий год были включены 302 дома. 85% из них успеют закончить в этом году. Часть запланированных на 2018 год работ по ремонту из-за недобросовестных подрядчиков будет перенесена на следующий год. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Мария Бородина. Ко всем, без исключения подрядам, организациям, которые осуществляют работы по капитальному ремонту, имеется замечание и фонд капитального ремонта проводит претензионную работу и выставляются также претензии направленные. И пока на общую сумму 10 миллионов рублей выставлены претензии и возмещено 4 миллиона рублей. Тема готовности к отопительному сезону остается актуальной, даже когда в дома уже пришло тепло. Рост технадзор проводит ряд проверок. Результатом станет акт готовности муниципалитетов к зиме. Мария Бородина в своем выступлении отметила текущие проблемы с формированием запаса топлива в Ленигорске, а также недостаточность средств, выделенных на эти цели в ЗАТО Заозерск. Глава Ленигорска Олег Самарский заверил, что проблема оперативно решается и никаких трудностей с обеспечением теплоснабжения города не возникнет. Сейчас есть поставщик, которого по 5-6 погодам на колесах, для того, чтобы передвисовать. И плюс мы выбрали уголь, который был в порту свободный, завозили автомобили. Поэтому наша задача как раз с 15 октября по 18 октября взять 3-4 дня, спокойно пережить, для того, чтобы уже до подхода основного угля от основного производителя. Марина Ковтун также анонсировала свое участие в форуме «Россия. Спортивная держава», который стартует в Ульяновске 10 октября. Для Заполярья важнейшим событием форума станет подписание дополнительного соглашения между правительством Мурманской области и Министерством спорта России. В рамках этого соглашения мы планируем построить в регионе в ближайшие 5 лет универсальный спорткомплекс с ледовой ареной на 5000 зрительских мест в Мурманске, физкультурно-оздоровительные комплексы в Полярных Зорях, Апатитах, Кандалакше, а также региональный центр по горнолыжному спорту в Кировске. На повестке дня и кадровые изменения. Глава региона представила членам правительства новых коллег. Министром юстиции Мурманской области назначен Максим Почкин, за плечами которого 20 лет службы в органах внутренних дел. С 2013 года Максим Михайлович занимал пост прокурора Оленигорска. Исполняющим обязанности председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области стал Владимир Гусев, хорошо знакомый с северянам по работе на руководящих постах в структурах МЧС. Марина Ковтун выразила надежду, что профессионализм и опыт новых руководителей позволят сделать работу их ведомств еще более эффективной и пожелала коллегам успехов в труде.